Приветствую, друзья! Хочу записать вам очередное видео. На него сподвигла меня моя подруга Ирина. Хоть мы с ней не так давно знакомы, мы вместе с ней живём, подружились, и я её просто очень обожаю. И всё, что она говорит, это просто вообще брать контент, пилить. Это так круто, она видит знаки, мы с ней записывали видео, когда разбирали Айгуль. Она прямо офигенно классно всё расшифровывает, но она последнюю неделю мне транслирует некоторые такие вещи, которые я хотела бы попытаться и объяснить ей, но она меня не слышит. Но понимаю, что объяснять ничего не надо. Я уже говорю просто, давай не будем на эту тему говорить с тобой. Но я хочу объяснить вам, потому что вы то же самое мне транслируете, что и она. В общем, конечно, я это в себе уже проработала и уже расскажу сейчас выводы. Так вот, долгое предисловие было. Сорян. В общем, смотрите. В процессе разговора у нас постоянно возникают с ней недомолвки о том, что она мне всё время говорит, «Нелли, ты себя обесцениваешь, ты просто себя не ценишь, ты себя обесцениваешь, перестань себя обесценивать, я это вижу, я хожу, это вижу». Она видит уже неделю-две за мной, как я себя обесцениваю. Мне подписчики очень многие пишут, «Нелли, ты так себя не ценишь, обесцениваешь, у тебя такие шикарные знания, ты молчаливо, ну, типа, прячешься, мало выходишь в эфиры, мало рассказываешь, да ты не ценишь, да твоя информация бесценна, ты должна брать за курсы там просто миллионы, и ты должна продавать себя очень дорого». Вот, я это всё время слушаю. Мотаю на ус, но понимаю, здесь и вижу вообще другую картину. И у меня сразу возникло такое понимание, что у людей непонимание о том, как смотреть в зеркало. То есть мы всё время говорим о том, что мир — это зеркало, и каждый человек приходит зеркалить нас. И всё, что нам не хватает, всё, что мы не видим, приходят люди, и нам это показывают. Вот. Что показывает мне Ира? Она мне говорит, у тебя нет ценности. Но это она во мне видит, что нет ценности, а я вижу другое. Ну, те чувства, которые она вызывает во мне, никак с ценностью не связаны. То есть такое впечатление, что у всех людей сложилась такая картинка мира, что люди, которые вместе взаимодействуют, и зеркалят друг к другу. У них одни и те же шаблоны на двоих, но это не так. Понятно, что в нас есть и то, и то, что мы друг друга зеркалим, но у одного этот шаблон триггерит и не так используется, либо вообще не используется. А у другого этот же шаблон просто используется. Используется на пользу, используется так, как надо. Это не значит, что двоим надо прорабатывать один и тот же шаблон, который друг к другу зеркалят люди. То есть я хочу… У Вадима Зеланда есть ещё такая классная формулировка. Он говорит, между вами зеркало. То есть я не вижу того человека, я за него ничего не знаю. Я не могу сказать за него, что у него. То есть то, что я в нём вижу, я вижу зеркало, то есть себя. Что за зеркало, я никогда не узнаю, что у него. То есть я себя вижу. Те чувства, которые он во мне вызывает, это и есть то, что мне нужно увидеть, рассмотреть, применить на пользу и разобраться с этими чувствами, разобраться с этими шаблонами, которые он мне транслирует. А Ирина, например, всё, что она во мне замечает уже вторую неделю, она никак не может у себя это увидеть. Может быть, она это увидела у себя, проработала, но она пытается мне ещё сказать, что и я у себя это должна проработать. Но она про меня ничего не знает, так же я, как про неё. Если она озвучила мне, пришла бы на консультацию, озвучила свою проблему и говорит, я вижу в ситуации там с парнем, или я вижу там ситуации с деньгами, или я вижу там ситуации с болезнью, вот это, вот это, вот это, и я бы помогла наводящими вопросами в том, что она видит и мне озвучивает то ситуацию, да, разобрать, что это за шаблон и трансформировать его. Только так я могу узнать о человеке, но так я его не вижу, я не могу его видеть, я только себя вижу, понимаете. Вот. И когда она мне говорит, что ты себя обесцениваешь, когда мне люди пишут, что вы себя обесцениваете, давай начни ценить, это говорит о том, что люди видят себя. Вот. У меня с ценностью всё в порядке, но я в ней вижу совершенно другие вещи. Она настойчиво пытается меня проработать, настойчиво пытается мне помочь, настойчиво и агрессивно, прям с давлением, пытается доказать свою правду. Получается, что мне надо с шаблонами не ценностей работать, а работать со своей правдой, правда-ложь, агрессивностью, настойчивостью, втюхиванием, то есть я должна с пользой втюхивать, не знаю, даже какими словами ещё это описать, я должна с пользой использовать свою агрессивность. Сегодня как раз эфир был про агрессивность, блин, я его проработала, поняла, блин, это же так круто, я его... У меня всегда так было, я всегда его так использовала, я сейчас на агрессию смотрю просто с таким кайфом. То есть мне надо напор включить, который я не использую в своей работе, деятельности, жизни. Мне надо включить всякие вот эти вещи, которые я вижу, что пытается Ирина во мне вызвать, то есть что я чувствую. То есть я смотрю на неё и вижу вот это вот желание засунуть в меня инфу насильно. Я ей говорю, прорабатывая себя, я буду себя. Нет, короче, ты не видишь, я с собой поработала, вот ты с собой работай. Ну, то есть вот это навязывание, вот это жёсткое. Мне вот этого жёсткого навязывания, вот этого агрессивного маркетинга, вот такое вот проявление не хватает. Я слишком... Вот этот год вообще ушла в такую мягкость, в такую, ну, вообще пассивность, и мне не хватает помогать по-другому. То есть я говорю, я не хочу никому помогать, мне нафиг никто не нужен, да нафиг вы мне вообще все сдались. А мне надо сейчас вот эту помощь трансформировать в том, чтобы насильно помогать, но делать это, ну, красиво, понятно, с пользой всем, агрессивно, но не агрессивно, одновременно получается, потому что все шаблоны, они противоположные. То есть мне не хватает, а у меня какое желание, да, проявляться, писать книги, издать ту игру, которую я никак не могу издать. Она уже готова почти. Вот, осталось только просто последний штрих, и она 4 года лежит, просто без дела я никогда до неё не доберусь. То есть мне столько вот не хватает вот это вот всё показать, рассказать, вот включить вот эту вот прям агрессию, прям доделать это всё, досидеть. Вот это вот прям вцепиться, короче, в свою игру, вцепиться в свои книги, дописать их, доделать. А я всё откладываю, и всё потом, мой да пофиг, ой да ладно. Вот, и вот мне не хватает вот этого напора. Я это вижу, я это прорабатываю, я кайфую от этого, а Ира продолжает. Ты себя не ценишь, блин. Думаю, ну Ирочек, ну кто, давай разбираться. Вот, то есть вы когда начнёте сейчас наблюдать отражение, что вам зеркалит люди, с чем они пришли, с какими дарами, что нужно принять как недостаток и сделать это достоинством, талантом и использовать, с пользой, вы не должны слушать, что они говорят, вы должны чувствовать, что они вам показывают. То есть это разные вещи. То есть она говорит, я же вижу шаблон один на двоих, мы же в поле. Да, в поле, но просто у меня есть этот шаблон, и у тебя есть шаблон. Просто кто-то этот шаблон с пользой использует, а кто-то нет. То есть как бы у меня с ценностью нормально всё, да. А ей надо немножко его подкрутить, эту ценность. Опять же, перейдём к шаблону. Блин, я так хотела ещё раз, просто второй эфир, подвести к ценности и неценности. Почему, когда мы этот эфир не поняли про ценность, бесценность, обесценивание, никто не понял этот эфир, как оказалось. Даже все, кто смотрели, до сих пор мне пишут в личку, ты себя не ценишь. Я говорю, ребят, когда мы пытаемся себя оценить, повысить свою оценку, повысить свою значимость, когда мы пытаемся сделать бесценность свою вот эту вот, когда вот посмотрите, я крутой, я классный, я офигенный, я себя ценю, я всё для себя делаю, я молодец. А противоположные части куда деваются тогда, когда вы поднимаете свою оценку? То есть, получается, я себя не ценю, я типа нюня, никому не нужная, мне не получится, я внимания себе мало, я мало беру денег за работу и так далее. То есть, вы когда не цените, вы отрицаете противоположные части. Но когда вы себя начинаете оценивать, вы точно так же отрицаете, понимаете? Какая может быть ценность, бесценность, если вы такие, я сейчас стану крутой, это значит, вы отрицаете не крутость. Я сейчас стану, ну, там, буду брать много денег, потому что я, блин, такая ценная, то есть, вы не ценность отрицаете. Я сейчас вот буду себя показывать, какая я вот такая, вот сякая, то есть, вы противоположное отсекаете, вот как вы не можете это понять? В прошлый эфир я так долго об этом говорила, блин, и вообще никто не понял. Ну, походу, это я, наверное, не поняла. Фиг его знает. Как это вообще всё случилось? Потому что я сейчас пытаюсь повторить то же самое. Ну, я как бы понимаю, что я говорю, и это же, наоборот, круто не себя не ценить, не обесценивать, не оценивать, вообще ни с какими оценками не связываться. Это нахрен не надо. Понимаете? Я настолько себя ценю, что я крутая, и я настолько себя ценю, я не крутая. Я никто, и я всё, как говорила Боня, и все над ней рыжали. Я могу... Не знаю, у меня просто слово «классное», я там только зациклено на самооценке. Когда мы хотим поднять самооценку, мы себя видим какой-то, облекаем в какой-то крутой, опять крутой, образ, классный образ. То есть я умная, я классная опять. Да что умеете с этим классным? Я умная, я могу вам всё дать, и с этого много денег собрать. Я вообще себя так ценю, у меня услуги стоят дорого. То есть... А все противоположные части вы как бы опять в чулан, опять в чулан, опять... Чтобы поднять самооценку, это нужно перестать её поднимать. Потому что чем больше вы поднимаете, тем больше вы отсекаете от себя части. Чем больше вы бриллиантовую эту огранку делаете, тем больше частей вы от алмаза выкидываете нахрен, в чулан свой закрываете. Ну поймите, да? Больше-меньше. Трансформируйте шаблон. Ирина, смотришь видео, трансформируешь шаблон, больше-меньше. Ты себя мало ценишь, много ценишь, средний ценишь, не ценишь или ценишь. Зачем меня вообще... Мне меня ценить? В каждый момент времени я как хочу, так и делаю. Хочу сегодня бесплатно всё рассказываю. Хочу завтра денежку беру. Хочу сегодня рыдаю. Хочу сегодня смеюсь. Я хочу сегодня дурочкой побыть. Пускай что-то за меня делают, думают за меня, там, я не знаю, подарки дарят. Хочу умной побыть. И такой побуду. Я позволяю себе быть всякой. Зачем ограничивать себя вот этой вот огранкой алмазной, вот эту крутость в себе наращивать? Нахрена? Я крута в своей некрутости. Это тоже круто. Да, я не крутая. Такая, как все. Но все уникальные. И круг с квадратом, блин, никак не сравнить. Мы не можем сравнить вообще друг друга никак. Мы можем сравнить только себя прошлую и себя настоящую. Но не потому, что вы круче стали. А вы просто больше чего-то прошли из опытов. Все. Просто больше опыта, больше мастерства жить эту жизнь. Перестаньте говорить, я себя не ценю, и поэтому у меня деньги маленькие. Не надо, пожалуйста, брать и связывать несвязываемые вещи. От того, что вы берете мало денег, это не от того, что вы себя мало цените. А потому, что у вас страхи. Вы боитесь последствий, если вы возьмете деньги. У вас там шаблон на шаблоне. Но это никак не с ценностью. Отстаньте уже от ценности. Чтобы действительно ценить себя и любить себя, мы уже говорили, мы наоборот возвращаем все самые противные, мерзкие, страшные, тёмные, грязные части себя и разрешаем им быть. вот целостность обратно. Не отсекаем бриллиант, а собираем. То есть возвращаем себе всё и разрешаем этим пользоваться в нужное время, в нужный момент, в самом удобном месте, тогда, когда это по делу нужно. Кому-то нужно по голове дать в этот момент, а следующий быть мур-мур-кошечкой. То есть всё всегда по делу и для этого вам нужно включить за собой контроль. Контролировать не вот этот мир людей, сколько вы там оплату берёте или сколько получаете. Вы всегда получите ровно столько, сколько даёте. Ни больше, ни меньше. Хоть сколько бы вы денег не поставили. И вот сейчас было видео у меня офигенное. Сейчас прочитаю тут вывод классный. Мы немного поругались с девочкой в комментариях, которая мне написала Нелли, привет! Я тебя так люблю. Я уже там много лет за тобой слежу, там, не знаю, год, два, три. У меня постоянно от тебя инсайты. Я постоянно работаю с людьми. И вот, наконец-то, меня сейчас торкнуло. И я поняла, как с ними работать. Я поняла, как через себя прорабатывать других людей. Спасибо тебе за шикарный этот метод. Это так вообще круто. В общем, пошла я с людьми работать. Но у меня ещё есть один человек. Ему надо квартиру купить за 930 миллионов рублей. Ну, блин, 930 миллионов рублей. Можешь ли ты мне сделать расклад и рассказать мне всю ситуацию, да, как его прорабатывать за 3000 рублей? Ну, проработай, пожалуйста. Ну, я, конечно, я её послала и говорю, понимаешь, ты у меня берёшь мой метод, работаешь с людьми, окей. Я бесплатно выложила и рассказала, как это делать. Но я везде написала, что а, короче, я её просто послала. Забыли то, что я сейчас 5 минут назад сказала. и выкладываю её сообщение. Не, не выкладываю её сообщение. Я просто пишу сообщение. Ребята, представляете, но уже ни в какие ворота не лезет. Люди берут мои инструменты, берут мою работу, берут мои навыки, берут всё вот это вот берут. Да, я слово благодарю, слышу, да, а денежку не получаю. Ну, хер с ним. Но когда люди приходят и говорят, давай за 3000 рублей, ну-ка, Нелли, разложи мне всё. Я хочу человека трансформировать на 930 миллионов, а ты мне за 3000 рублей помоги с ним разобраться. Понимаете, да? я говорю, ну это уже ни в какие ворота не лезет, говорю, ну это уже, говорю, наглость. На что она мне пишет, я ничего у тебя не беру, я всегда миллион книжек читаю, я всё сама, это мои методы, это вообще не твои, это все мои наработки. Я говорю, ну ты мне только что написала, что тебя проинсайтила, и ты поняла наконец-то, как работать с людьми, ты из года в год работаешь с ними, но у тебя вообще не был такой метод, она мне начинает объяснять, да твой метод, да у этого человека такой, и у этого человека такой, и у этого человека такой. Я говорю, хорошо, она мне начинает там перечислять, кто книжки там написал. Я говорю, хорошо, почему ты, читая эти книжки, не пользовалась их методом? В общем, слово за слово. Она пишет, Нэль, я поняла, я как раз видео записала, принятие, проявление, благодарность это ключ, То есть мы берём инструменты всех людей, их труды. Помните, да? Я беру ручку, беру карандаш, беру листочки, беру блокнотик, беру бумагу, беру компьютер, беру интернет, телефон, стол, стул, дом, электричество, свет. Вот это всё я беру и благодарю и признаю то, что со мной этим поделились. То есть я как бы всегда в мысленном благодарности за то, что, блин, у меня ручка есть. То есть я использую. И это даёт мне возможность, когда вот это я всё использую, сотворить с этими инструментами, которые мне дали люди, сотворить что-то своё, какой-то свой шедевр, да? И выразить себя, используя инструменты других людей. Они берут созданный нами новый шедевр какой-то, то есть мою книгу, допустим, да? Как инструмент тоже читают её, приходят какие-то инсайты, и они начинают дальше творить. То есть моя книга послужила им инструментом. Они создают свой новый шедевр. Понимаете? Но тогда, когда они признали книгу, почитали, благодарны, блин, кайфуют, они могут создать новый шедевр. И за эти шедевры этим людям отдают деньги. За мой шедевр мне отдают деньги. Я когда покупала ручку, я отдавала деньги. То есть мы принимаем, да, блин, классно, я пользуюсь, я благодарна. Я ещё энергию свою отдаю взамен, да, деньги, которые я тоже зарабатывала, да, это часть меня. То есть благодаря нашим новым созданным инструментам люди дальше творят. Так мы и обмениваемся до бесконечности через признание и благодарность. Без этого нам даже не позволят другие наше творчество им отдать. Они не возьмут, как мы не приняли, допустим, ту же ручку без благодарности. То есть у кого взяли, если мы берём вот эти инструменты все, которые вокруг людей, не благодарны за то, что эти инструменты берём, не признаём, что это их инструменты, не я создавала ручку. Я не могу сказать, что я полностью создала свою книгу сама. У меня для этого было куча инструментов, которые создавали люди для меня, и я им благодарна, и я принимаю это. А эта девочка не принимает. То есть она берёт инфу, ну и как и другие все, да, и говорит, я сама, я сама, это не твои инструменты. Вообще инструментов никаких не было, я всё сама. То есть у неё нет вот этой вот благодарности. Соответственно, она сама создаёт какой-то свой там шедевр из тех инструментов, которыми она использовалась. Но её шедевр не возьмут. Вот не возьмут и всё. Она за неё вот получит. Потому что цепочка нарушена. Понимаете? Я вот сейчас с агрессией-то говорю. Какой эфир. Использовать агрессию везде. Блин, круто. Я вообще обожаю агрессию. С агрессией классно доходит. Ну, до меня я сейчас себе рассказываю. Блин, ещё глубже, ещё больше доходит. И что вы думаете? Эта девочка. Классная, между прочим, девочка. Проходила много курсов, книг, не знаю, что она там, общались. Видео смотрела. То есть коммуникация была, обратная связь всегда. Она всегда со мной и кучу отзывов не писала. Но она сегодня признала. И я сейчас прочитаю. Она пишет. Нелли, после нашей дискуссии в комментариях пару дней назад я села и признала, что я использую твой метод. И что я не уникальная на самом деле. Что я уникально работаю. Я признала, что метод твой. И что я обожаю тебя. И реально использую твои методы в своей работе с собой и с клиентами уже больше года. И решила теперь с гордостью ссылаться на твое имя, что работаю по твоим знаниям. Я прям приняла это, прочувствовала, что ты даёшь воистину. Да, ты говоришь то, что я сама изнутри якобы знаю. Мне близки все твои рассуждения, видения мира, способы работать с мышлением. Но это не моё. Ну, конечно, теперь-то они близки. Ты же наслушалась это. Ты получила инструмент. Это твои методы. Я это признала и приняла. Как только я это проговорила, мне пришло 19 тысяч рублей. И затем я их потратила на докупку подарков на Новый год. И у меня всё равно осталось на карте 20к. Обычно я трачу подчистую в ноль каждый месяц. Да у неё не остаётся дохода. А тут ей пришли деньги, ещё и на карте остались. Понимаете? Она оценила все инструменты, которые вокруг неё. И это мои книги, это мои видео, это стол, это ручка, это компьютер, это Wi-Fi, это электричество, это дом. Это все люди, понимаете? Если мы оцениваем с благодарностью, эти люди чувствуют свою нужность этого мира. Ну то есть как бы я проявилась, мой шедевр взяли, мне хорошо, я живу только благодаря тому, что я нужна этому миру. Если бы я этому миру была бы не нужна, меня бы мир отторг, и я просто одна вакууме бы летала и сдохла бы. Вот и всё. Но если вы неблагодарны, берёте вот это вот, не признаёте чьи это труды, потом, использовав этот инструмент, вы создаёте свой шедевр, его не возьмут. Никто не захочет вам платить деньги. А за что вам платить? Вот скажите мне теперь. Если вы это осознаете, вы охренеете, блин, какими вы богатыми будете. Но надо подумать. Подумать над этим глубоко. Я вам советую пересмотреть мои эфиры за вот этот месяц, где из пустого в порожное одно и то же разными словами всё про это и говорим. Про энергию, про деньги, про обмен. Хотя я про это всё уже говорю пять лет. Но до меня глубже доходит, когда я говорю. И до вас глубже доходит, когда вы много раз переслушаете. И когда вы этим пользуетесь, наращиваете опыт с этим, да, вы ещё глубже начинаете понимать. С радостью скачивайте с YouTube канала все мои видео. Если не получается скачивать, заходите в Telegram канал, там видео все выложены. Скачивайте, выкладывайте на свои каналы, собирайте подписчиков, потому что видео классные, на них придут люди. Параллельно свои видосы выкладывайте. То есть собирайте контент с разных источников, кто вам разрешает. Я разрешаю. И мне хорошо, и вам хорошо. Пользуйтесь, читайте книги, читайте статьи, аудио статьи смотрите. Я информацию даю, вот, берите, берите, берите. Мне от вас не деньги нужны, а признание. Всем нужно признание. И мне нужно признание. Потому что благодаря признанию вашему, что вы меня признали, у вас будут деньги. Благодаря тому, что я нуждаюсь в этой ручке, у человека есть деньги, кто там занимается ими, расческами, неважно. Все нужно. Но когда я говорю, я ее сама создала, ну как создала, придумала, нафантазировала, она просто у меня появилась, никаких людей не участвовало, никакие клеточки этого мира, вообще дерево не обрабатывали, станки не строили. Это так просто, вот, она материализовалась, потому что я творец и так хочу, один-единственный, других не существует. И поэтому я благодарна только сама себе. У меня эта расческа сломается, ну, через пять минут. Причем я ее выкину. Я не смогу ей пользоваться, потому что обмена вот этого нет. Она исчезнет с поля моего зрения. И все ваши труды также бесследно исчезают, когда вы все присваиваете себе. А вы должны понять, что вы в системе, что вы просто клеточка целого организма. И Земля наша такая же клеточка, которая дает нам все. Вот. Надеюсь, вам моя агрессия понравилась. Мне теперь еще неделю надо тренировать агрессию каждый день во всем. Я сегодня агрессивно мыла посуду, отдравила прям вообще, вау. Что там, вчера ванну мыла, блин, так круто, прямо отдравила и всю залила. Сложно себя заставить идти в ванну. Ну, блин, мне надо было пар выпустить, и я как выпустила, это вообще круто. Я теперь сейчас эту агрессию применяю, чтобы мне этот шаблон укоренился на пользу, естественно. Никакой бесполезной агрессии, только на пользу. Также все остальные шаблоны, что транслируют мне люди и Иринка, моя любимая. Надеюсь, она посмотрит это видео и поймет, что ценность ценить себя. А, она мне еще такая говорит, Нелли, тебе работать надо. Ой, бру, это уже мои мысли. Все, заговорилась. Она такая, Нелли, твой внутренний ребенок плачет, я это вижу. Потому что ты много работаешь, ты не отдыхаешь, ты не гуляешь. У меня очень много работы перед Новым годом, просто вот завал. Я всем нужна, я всем востребована, я вообще не успеваю ничего. И я такая, блин, не успеваю, хочу отдохнуть. Я отдыхаю, я, конечно, отдыхаю. Причем смена работы для меня это офигенный отдых. Я релаксирую, когда работаю. Я когда гуляю, у меня нервоз просто, что я бесцельно провожу время. Но иногда гулянки мне нравятся, но не всегда. Но каждый день ходить целыми днями и гулять, как Иринка, я не могу. Вот, и она мне говорит, твой ребенок плачет, он хочет гулять, ты не понимаешь, ты много работаешь. То есть она вот прям, ты много работаешь, это плохо, это плохо изо дня в день. Что я вижу? Она же говорит о себе, то, что Иринчик, поработай немножко. Ну, то есть ты загулялась. То есть, понимаете, да? Она во мне видит, что я много работаю. Это ее зеркало, значит, ей тоже не хватает что-то с работой сделать. То есть ей не нравится, что я работаю много. А раз ей не нравится, значит, ей надо это использовать. И значит, надо поработать. У меня-то, то, что я много работаю или мало работаю, меня это никак не триггерит. У меня в этом нет проблем. Это у Иры проблема, которую надо решать. Но у меня-то в этом нет проблемы. Я кайфую от того, что я работаю. Мне это приносит куча энергии. Это мой отдых. Я кайфую, когда я отдыхаю. Я нахожу себе время на отдых. И поспать, и сериальчик посмотреть. Я все успеваю. И конфетки себе с тортиками сделать. И пойти даже чуть прогуляться. Но люблю я дома сидеть. Понимаете? У меня в этом нет проблемы. И вот проблема многих в том, что вы пытаетесь, когда нет проблемы, найти в этом проблему, чтобы ее решить. Вот. Решайте только то, что вас триггерит. Решайте только то, что вам не нравится. Решайте только то, что в данный момент вас тормозит. Понимаете? А если вы много работаете, вам по кайфу, блин, батрачьте, пока не устанете. Если вы отдыхаете, и вам от этого нормально, и не работаете, так просто отдыхайте, и все. Только тогда, когда в этом увидите проблему, тогда надо ее решать, естественно. Но я в этом же проблему не вижу. На что мне Ира говорит, но ты в этом проблему не видишь. Ну, конечно, я не вижу. Зачем мне искусственно создавать и видеть проблему там, где ее нет? И бесконечно прорабатывать себя, это просто с ума можно сойти. А жить когда? Когда бесконечно смотреть? Идти и на все. Вот это вот мне знак, вот это мне знак, вот это знак. Каждые пять секунд расшифровывать знаки, это можно с ума сойти. Какие знаки каждые пять минут расхреначивать? Какие шаблоны каждый день по сто штук расфигачивать? Зачем? Есть проблема, решаем по мере поступления. Все остальное время тратим на свою жизнь, на наслаждение, на кайф, на созерцание, на наблюдение, на благодарность. Да на что угодно просто. Не надо сидеть и все время разгребать свои проблемы. Вернее, не проблемы, мы придумываем эти проблемы, не знаю зачем, скучно, наверное, заняться просто нечем. Не надо разгребать бесконечно шаблоны, которые вы видите, но они вас никак не трогают. Не надо бесконечно ходить и расшифровывать каждый знак. Вот птичка пролетела. Вот Иринка, она такая, ну ей нравится это, я ей не мешаю в этом. Но она же, Нелин, ты же тоже должна это видеть. И каждый пять минут, Нелин, вот кошка пробежала, а вот тут два льва стоят, а вот там лампочка то, а там вот это, вот это, а тут вот это. Вот она не может ни секунды просто прожить, чтобы не перевести знаки, которые вокруг нас окружают. Да, можно идти, считывать это пространство и переводить эти знаки. Она тем самым сейчас, наверное, научится, чтобы потом, даже не рассуждая, считывать этот весь мир, просто даже не заостряя на этом внимании. Да, круто, она качает своё мастерство. Блин, ей это надо, мне это на хрена. То есть, если бы у меня была какая-то проблема, как только она у меня возникает, да, я смотрю на людей, я смотрю, что мне не нравится, я смотрю, что у меня триггерит, я смотрю на знаки, и я решаю её. Но когда у меня всё хорошо, это не значит, что я остановилась или у меня стагнация. У меня просто время наслаждения, понимаете, которое тоже имеет место быть. Это мой отдых, в котором я восстанавливаюсь. То есть, блин, больше видео, наверное, для Иры записывала. Но вы просто обратите внимание тоже, как вы в погоне, там, на постоянных разборах, бесконечных обучениях. Вот это вот надо выучить, вот это вот разобрать, вот это вот, вот это вот. Всё, пока все шаблоны не трансформирую, вообще не встану со стола и прям сидите, сидите. Блин, ну это поехать мозгом можно. Давайте не делать так. Вообще зачем? Классно было бы просто наслаждаться этой жизнью и радоваться, и вообще не трогать ни знаки, ни шаблоны эти, ничего. Но вот что-то возникло, да, разобрались, пошли дальше кайфовать. Возникло, разобрались, пошли дальше кайфовать. У меня нет проблем там ни с работой, ни с отдыхом, ни с деньгами, ни с жильём сейчас, ни с одеждой. Я вообще ни с чем, ну вот просто ни с чем. Я просто кайфую, пишу книгу с наслаждением, я просто кайфую, выхожу в эфиры, я просто кайфую, там, по фану курсы веду. То есть я даже не могу выискать проблему, блин, чтобы её решать. Вот, нет, ну мне её постоянно подкидывает. Ирина подкидывает проблему, давай решай. Да ты не понимаешь, да ты не видишь, да ты вообще много работаешь, да тебе надо отдохнуть, да ты сейчас сдохнешь. Ну, как бы кто говорит о ком, если между нами зеркало. И она вообще меня даже никогда не увидит, не почувствует, не увидит ничего. Мы не можем чувствовать других людей, мы чувствуем себя. Ну, когда говорим, я его чувствую, в этот момент просто срезонировали, для чего-то это нужно было сделать. Когда человек послал информацию о себе, чтобы он почувствовал. Ну, просто так, как мы не можем почувствовать. Ладно, это уже другая песня, другая история. В общем, закругляюсь. Спасибо, что посмотрели мой эфир про ценности обесценивания. Про девчонку, которая молодец, я прям её обожаю. И хотела бы, Юльчик, тебе привет, я не знаю, увидеться, потусить. Будешь в Турции, заезжай. Хотя нет, я в Турцию скоро уеду, буду, скорее всего, но не факт. В России, а может и нет. Эх, что ещё можно сказать. Мне хочется по 150 эфиров записывать в сутки энергайзера. Я сегодня в час дня легла и в два проснулась. Я всю ночь с Ирой трансформировала шаблоны. Мы так офигенно посидели, вообще просто кайфанули. Столько осознаний было. Потом пришли домой в 7 утра, в кафе сидели. Там все официанты спали, короче, все спали. Мы уходили, просто вот мёртвое царство. Мы сидели, пили чай, ели. И пришли в 7 утра, и она начала работой заниматься, и я. Мы, потрансформировав шаблоны мышления, выпустили столько энергии, что мы не смогли с ней спать. Она потом в 11 говорит, я уже решила всё, надо хотя бы заставить себя поспать. Она чуть поспала, я тоже через пару часов проснулась, и всё. И бодрая сегодня целый день там гуляет, ходит по делам. И я тоже пошла на вечеринку в зубную клинику. Меня пригласили как часть их сообщества. И поработала, поработать успела. 6 видео записала. Ну, просто вообще и на курсе там что-то ответила, и на одном, и на втором. А, движение сердца сегодня провела. Короче, вторые сутки, энерджайзер. Вот чуть-чуть потрансформировала, всё, капец. Но, опять же, трансформируем шаблоны, когда нет энергии, когда мы что-то не можем, когда у нас какая-то проблема, когда ещё что-то. Проблем нету, и не хрен туда лезть. Вот нет проблем, не ищите себе на пятую точку ещё одну проблему, как трансформировать шаблоны. Вот. Что ещё могу сказать? Выпустила классное видео, пожелания с Новым годом. Хотела на классной, позитивной ноте вообще начать и закончить. В итоге чуть не разревелась, и просто всё видео вышло таким грустным. Концовка меня вообще убила. Блин. Но я решила оставить как есть и посмотреть моё поздравление на путствие. И ещё записала видео про Эру Водолея. Ребят, прикольное видео вообще. Про Игрегоры туда же отвечала на вопрос. Есть Игрегоры или нет? Вообще круто, блин. Мне так понравился мой эфирчик. И этот тоже понравился. И вообще мне сейчас... У меня всегда так было, мне всегда нравились мои эфиры. Ладно, целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч. Сейчас ещё что-нибудь стрельнёт в голову, ещё что-нибудь запишу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok